Про таких, как Сергей Тарабанько, говорят, родился с бензином в крови. Он влюбился в мотоциклы с детства. Сначала был велосипед, затем велосипед с моторчиком, а в 14 лет, буквально по звуку выхлопа спортивных мотоциклов, Сергей разыскал мотоклуб Досааф, и с тех пор судьба его была предрешена. В 1970 году Тарабанько становится чемпионом СССР в мотокроссе на гаревой дорожке. Но прославиться ему суждено было в мотоциклетных гонках на льду. Именно в этом виде спорта он становится семикратным чемпионом мира и получает звание короля ледового спидвея. О том, как начинался его спортивный путь, о времени, о судьбе и об истории мотогонок в Советском Союзе рассказывает легендарный гонщик Сергей Тарабанько. Мотоциклетный спорт, в смысле, был и до войны, до 40-х годов. Уже наши спортсмены ездили, просто трассы были большие, длинные, езда сначала по пересеченной местности. Просто толчок был большой после Великой Отечественной войны. Все спортсмены, мотоциклисты возвратились. И вот тогда начался большой подъем технических видов спортов, в частности мотоциклетного. И уже потом пошло расширение. То есть езда по пересеченной местности, и мото-многоборья. Потом появились шоссе на кольцевые гонки. Потом трековые виды гонок, это значит спидвей. Потом длинный трек. Ну, гонки по ледяной дорожке. И в отличие от всех стран, допустим, по льду, в Советском Союзе было 4 класса. То есть класс 125, 175, 350 и 500. Международный класс. То есть во всех странах гонки по льду, когда начали культивироваться, все началось с класса 500. И то есть он у них только один и был. А у нас было вот 4 класса. И поэтому у нас очень большая была, так сказать, когорта спортсменов, которые с малых классов перебирались выше-выше, доходили до класса 500. И вот они уже потом составляли костяк сборной команды и, так сказать, выступали в составе сборной команды. Вот так, как эти ребята, начинали наши чемпионы. Сережа Тарабанько, Володя Пазников, братья Дубинин. В послевоенный период, чем еще можно охарактеризовать, что очень много создалось при, допустим, появились в спортивных обществах «Спартак», «Буревестник» и так далее, трудовые резервы. И вот эти все общества, так сказать, при них были созданы вот эти вот мотоциклетные команды. Но в вооруженных силах, значит, самая, конечно, была большая команда, это команда ВВС, которая была создана благодаря Василия Сталина, это сына Иосифа Виссарионовича Сталина, так. И вот весь комплекс ЦСКА – это, в общем-то, заслуга Василия Сталина. Он его фактически и создал. И вот один из любимых его видов спорта был мотоциклетный. Он приезжал в команду ежедневно, обходил с каждым спортсменом, здоровался за руку, спрашивал, какие проблемы. И в канун его дня рождения, у него в октябре день рождения, проводилась шоссейно-кольцевая гонка, а когда было холодно, выгоняли машины турбинами, которые сушили трассу, не получалось. Тогда, значит, принималось решение, проводили ипподром на беговой. И вот, допустим, заканчивался ипподром, на следующий день он приезжал, выстраивал всю команду ВВС и говорил, значит, так, экипаж такой-то, мотоцикл с колясками, сошел, значит, водителю 10 суток, коляснику 10 суток. Тут как же так, а механику и механику 10 суток. Вот, то есть, раздавал, так сказать, и призы, и все остальное. В общем-то, хорошо относился, и были такие случаи, когда он приезжал, если говорили, что не хватает там каких-то запчастей, чего-то нету, то посылали просто самолет в Германию военную. Военный самолет туда улетал, и, значит, на следующий день привозили необходимые запчасти и так далее. Мотоциклетный кросс – это, так сказать, как азбука получается мотоциклетная. Поэтому все начинали с мотокросса, так же и я начинал с мотоциклетного кросса. Я вообще по звуку спортивных мотоциклов жил тогда в Ангарске, в Иркутской области. Мне было где-то лет 14. Вот, у меня уже был велосипед с моторчиком, потому что родители так говорили, что вот будешь хорошо учиться, вот тебе велосипед купим. Сначала был велосипед, потом велосипед с моторчиком. И вот я на этом велосипеде с моторчиком по звуку спортивных мотоциклов ехал, нашел их и нашел вот эту мотоциклетную секцию. Приехал и стал туда каждый день приезжать. Ну и сначала на побегушках там подвозил, приносил, что-то делал, помогал. Потом, значит, мне тренер Эдуард Казимирович Маркевич привел, сказал, вот там лежит куча металлолома, вот выбирай. У нас было 4 мальчика, таких одногодки мы были. Вот, говорит, выбирайте здесь вот раму, колеса, все остальное, двигатель. Мы с собой привезли мотоцикл М1М, вот, говорит, мотор возьмете свой, а остальное все здесь соберете. Вот так мы на четверых собрали один кроссовый мотоцикл. И стали, поскольку нам тогда еще не было 16 лет, у нас не было прав, значит, вот на трассу там он решал, кто из нас, из четверых, поедет на трассу. Вот до трассы мы доезжал кто-то один, потом там 2-3 человека успевали прокатиться, потом мотоцикл омался, и назад мы его 5 километров катили на руках. Весело, дружно и ремонтировали снова. И вот так, в общем-то, было до 16 лет. В 16 лет мне когда исполнилось, то мне дали кроссовый мотоцикл. И так я до призыва в армию, значит, вот, занимался в Ангарске в Иркутской области, стал чемпионом области по мунициплетному кроссу. И раньше вообще все спортсмены начинали кроссом заниматься, потому что трековые виды, шоссеи на кольцевые, это нужна необходимая специальная трасса и так далее, и уже какие-то навыки. Поэтому вот занимался кроссом. Потом перед уходом в армию, значит, у нас и гонки по льду культивировали. Значит, вот мне дали мотоцикл ИЖ-350. Я просто прокатился, и вот такое ощущение, которое, конечно, потом пропало. Это вот знаете, как говорят, что когда душа там поет, или что вот когда я проехал, мне показалось, что я лечу вроде как птица. И вот это такой толчок дало, и я после этого, значит, конкретно начал заниматься, готовить мотоцикл, уже до армии серьезно занимался этим видом спорта. И когда призвался в армию, то там продолжил занятия. В армии там просто уже чешские мотоциклы, запчасти от чешских мотоциклов мы приобрели, и сделали современный мотоцикл. И так я вот там впервые стал чемпионом Советского Союза в классе 350 кубических сантиметров. И после этого, значит, уже пересел в класс 500, этот большой международный класс, тот, в котором, так сказать, проходят все чемпионаты мира и так далее. Попал в сборную команду, но уже переехал, перевелся в Новосибирск, потому что там был свой мотодром. Очень хорошо тогда, ну, очень хорошее отношение было руководство к этому техническому виду. Очень хорошая команда, порядка шести спортсменов были в составе сборной команды. Вообще трековые виды, особенно вот гонки по льду, они как-то шли поэтапно, допустим, первоначально. Хотя от Скандинавии этот спорт начался, но российские спортсмены во главе с Владимиром Ивановичем Корнеевым, как раз вот нашим старожилом, который начал все это дело, сделал раму по этой раме, потом чешский завод стал выпускать свою раму Яву и так далее. То есть вот большой толчок дали, и советские спортсмены стали, так сказать, более популярной в России получился этот вид спорта. Вот я уже говорил, что четыре класса по льду выступали, и, значит, поэтому и результаты появились хорошие. В то время, во-первых, очень тепло и хорошо относились, особенно в Сибири, где я жил, в Новосибирске, то есть люди приходили, болели. А дети во дворе, вот где я у Володи Пазникова выходил, и мальчишки бегали и играли. Один был Пазников, один Тарабанько, один Дубинин. Это я просто говорю со стороны, я сам удивился. То есть вот так, настолько была такая популярность. И, конечно, в Новосибирске, допустим, все всегда узнавали, все как-то нормально относились. Мне было просто это как-то, ну, приятно, но все равно неожиданно. Соревнования, когда вот у нас проходили, допустим, финал чемпионата Союза, проходил, допустим, в Новосибирске по спидвею, это летом, значит, в 12 часов приходили болельщики, сидели уже на стадионе, а гонка начиналась в 6 часов вечера. Представляете? То есть сколько часов люди приходили, занимали места, разговаривали и так далее, там все, готовились к этому, ко всему. Ну, на льду то же самое приходили за 2 часа всегда. Единственное, что на льду мы проводили гонки, ну, буквально за полтора часа, потому что очень, ну, в Сибири везде прохладно, и поэтому не очень-то, можно людей понять, не очень тепло. Но там уже по секторам сидели, мы знали, что на том повороте сидят таксисты конкретно, здесь все автошколы собираются. И, в общем, уже контингент, конечно, весь знакомый вроде бы как, и все болеют, все понимают. То есть там уже очень трудно их обмануть. Бывают в соревнованиях, когда кто-то помогает своему спортсмену, товарищу по команде где-то пропускает. Ну, в общем, все все понимают, и поэтому все делается в рамках, как положено. Самое такое поучительное, в общем-то, соревнование для меня, я уже, это примерно 74-й год, я уже и чемпионом Советского Союза стал, и чемпионом России стал. То есть я со всеми спортсменами, которые в чемпионате мира участвовали, и все советские спортсмены, кто выступал, я, в общем-то, у них у всех выигрывал, и я считал, что я уже готов стать чемпионом мира. И мы с Володей Цибровым, Володя Цибров с Луховиц, с Московской области был, на 10 лет меня старше, но мы с ним так очень близко дружили, потому что я с Новосибирска всегда на машине ехал через Луховицы, у него останавливался, и, в общем-то, я когда был в Москве, когда еще жил в Новосибирске, то я ночевал у Володи в Луховицах, и каждое утро ездил в Зеленоград в Центральный автоматоклуб. И так мы с ним близко дружили, и вот мы с ним в гостинице в одном номере, значит, я ему вечером говорю, ну все, завтра будешь меня Сергеем Александровичем называть, я вроде вам завтра покажу. То есть я был на 200% уверен, что все в порядке, я сейчас их всех обгоню, грубо говоря. Ну и получилось, это было Нёш, Швеция, 1974 год, значит, организаторы сделали хоккейную коробку, соединились с тренировочным полем, сняли забор с хоккейной коробки, а между хоккейной коробкой и тренировочным полем получилось где-то метров 10 пустого места. Они сделали две линии, ну, два куска льда наморозили азотом, и получился неоднородный лёд. То есть, когда едешь, на этом месте выше подпрыгиваешь, летишь по воздуху, чтобы в поворот попасть. И соревнование проходило в один день. И мы так все, бесславно, и Кадыров, и Самородов, и Цибров, и Тарабанько в последнем заезде, то же самое, не в последнем, в предпоследнем заезде я встречался в своём с Шпинькой, с Чехом, и мы все ему проиграли. То есть, я проиграл, выиграл старт, уехал, всё в порядке, но за счёт того, что быстро очень выезжал на этот ненатуральный лёд, ну, на этот лёд, который между двумя этими кусками льда был сделан, и мотоцикл у меня прыгал, а внутренняя линия трека была, положены на неё были ветки. У нас везде рисуется краской. Заезжать, наезжать на линию можно, но заезжать за неё нельзя. Поэтому мы, значит, ну, могли бы на неё заехать. Но когда положили ветки, то мотоцикл наклоняется, я коленом все эти ветки собираю. То есть, я не могу туда ехать, потому что я снесу всю эту линию, получается. Ну, и поэтому мы культурно ехали, не снося эти ветки. А Шпинька спокойно поехал и выиграл вот у меня в последнем повороте, на последнем выходе. Он просто я... Мотор у него, конечно, хороший, всё, он ехал хорошо, был на подъёме, но он просто, я попал, так сказать, на детский мат. Я чувствую, что он сзади рычит, и вижу, что я быстро очень еду, не попадаю в поворот, сейчас я прыгать буду. А если я отпрыгну, значит, я не попаду вовнутрь. Я уже ногами начал тормозить, у нас тормозов же нет, газ закрыл. Ну, и всё равно впереди него еду. А он справа от меня стоит. И я вот прыгаю, пролетаю и ухожу на середину поворота. А он под меня заезжает спокойно по этим веткам и финиширует первым. И вот так он стал чемпионом мира, а я стал только... Последний заезд выехал с Кадыровым, и у меня спустило переднее колесо, я упал. И у меня получилось четвёртое место. Вот это, пожалуй, такая самая была... Самая... ну, финал чемпионата мира. Я был готов, что я выиграю. И всё, после этого я замолчал и задумался. И уже на следующий год, когда этап чемпионата мира, финал чемпионата мира состоялся в Москве, я уже попросил руководителей, чтобы не ехать на отборочное соревнование, а разрешить мне. Страна-организатор всегда и давалось в то время одно место. Ну, и я попросил, чтобы мне дали это место. Ну, для чего? Для того, чтобы не ехать за границу, потому что там искусственный лёд и немножко конфигурация трека другая. Я попросил, и мне, значит, руководство пошло навстречу, поэтому я не поехал на отбор. А я приехал прям сразу... В смысле, на «Динамо» у нас прошли российские соревнования какие-то. Я уже не помню, в Союзе ли что было. И потом вот был финал мира, и уже на финале мира я был накатан и спокойно выиграл. И стал вот так первый раз чемпионом мира. После этого мы с Кадыровым и с Самородовым полетели к ним домой. Ну, поскольку для меня Кадыров и Самородов были всё-таки величины очень большие, но это и были такие люди, действительно. И вот я с ними улетел в Башкирию, там мы были у Кадырова, а затем у нас в следующую субботу-воскресенье после чемпионата мира гонка была в Ижевске. И уже оттуда мы с ними прилетели в Ижевск. И в Ижевске соревнование было... Кадыров дал мне свой мотоцикл, говорит, вот попробуй мой мотоцикл, у него там другая рама была, с другим выносом. И я на этом мотоцикле поехал. Ну, тут не знаю, рассказывать это, не рассказывать. Просто смысл какой? Значит, руководство в Москве, конечно, было обижено, что Тарабанько сел с Кадыровым и с Самородовым и улетел куда-то. Они тут, они с нами и так далее. И всё. И когда я прилетел туда, то в Ижевске была дана команда любыми путями надо у Тарабанько выиграть. Но я об этом узнал через 10 лет. Ну и вот. И когда я туда приехал, конечно, Кадыров говорит, возьми мой мотоцикл. Я завёл свой мотоцикл, потарахтел, вроде всё работает, и заглушил. Взял Кадыровский мотоцикл и поехал на нём. Значит, ну, поскольку у него тупой сделан вынос, на короткий трек она, может быть, и хорошо будет. А на российский, на длинный трек, плохо очень, мотоцикл спотыкается. И в последнем заезде, в общем-то, всё шло как положено, как надо. В последний заезд я когда выезжал, там просто у нас два встречающих выходит, где стартовая лента. А мы смотрим на стартовую машинку, на башмаки по краям, потому что лента в середине провисает, а башмак срабатывает, и по нему быстрее вроде как трогаешься. Ну и вот я выехал, у меня была вторая дорожка, а встречающий стоял между первой и второй. И он, когда встал вот так, я башмак этот не вижу. Пока я головой крутил, старт дали. Люди поехали. Я, получилось, проиграл старт. И вот я еду третьим. И считаю в голове по очкам, что получается последний заезд, а кто победит, тот получит приз. Мотоцикл Иж Планета Спорт. Вот я еду и считаю очки. Ну при таком раскладе Щербаков едет первым, Казаков вторым, а я третьим. Значит, Щербаков не попадает, а у нас с Казаковым будет перезаезд с Серёгой. Ну думаю, нормально, перезаезд, не прозеваю старт. И я спокойно, сначала я попробовал догнать, обогнать, но когда встал мотоцикл, у меня спотыкаться-то, я два раза чуть не убрался, я понял, что это уже предел, что можно только упасть. Я думаю, хорошо, доедем третьим, а потом в перезаезде выиграем. А они на последнем повороте раз и поменялись. Ну то есть Казаков проехал в Щербаково. И так Казаков выиграл, а я стал вторым. После этого я прилетаю в Новосибирск. Следующую субботу-воскресенье в Новосибирске чемпионат вооружённых сил. Уже нет ни Кадырова, ни его мотоцикла. Я беру свой мотоцикл, распаковываю, заправляю, завожу. Ничего не могу понять. Мотоцикл работает, а масляный насос не качает масло. Я заглушил, начинаю искать причину. Значит, масляный провод идёт от насоса, от бачка к насосу. И вот когда мы были в Ижевске, нам давали на построении, на выходе призы. Коробочки такие, там ручки и упаковочный лист. Вот такой упаковочный лист скручен в трубочку и вставлен в середину моего маслопровода. Вот и всё. Это было сделано в Ижевске. Я должен был выехать на своём мотоцикле, и мой бы мотор заклинил бы, и всё. На этом бы всё закончилось. Просто я ездил на другом мотоцикле, и поэтому остался цел мотор. Ну, в Новосибирске я всё нашёл, конечно, выбросил. Это вот такие бывают тоже случаи. В Голландии там я довольно легко всё выиграл, там всё нормально. Второй чемпионат мира, в общем-то, легко более-менее прошёл, без всяких проблем у меня. Так, по крайней мере. А вот в 1977 год там разрешили выступать на четырёхклапанных двигателях. То есть мы ездили на льду двухклапанные моторы, там порядка 50 сил, 53 силы максимум. А четырёхклапанные моторы как раз в Чехии сделали Мейджор, Олсен, Штанцель, заводские гонщики по спидвею, как раз под них были сделаны три мотора, а один был в железках, в запчастях. И вот мне этот мотор собрали, и я на этом моторе поехал на льду. А у него уже было 65 сил в то время. Вот. И была проблема какая? Сначала его привезли сюда, в Москву, на Динамо. В команду привезли, мы в команде ещё были на хорошёвке, его быстро всё поставили, посмотрели, поехали на Динамо пробовать. И я на Динамо на первой же тренировке, как я раньше ездил, так я и ехал, в поворот вошёл, я полностью открыл газ. А там 65 сил, колесо просто пробуксовало, и я улетел в сугроб и выбил себе ключицу. Ну, мне руку вставили, и всё, я поехал в Новосибирск. Вот. Потом, значит, я там дней 10 был дома, затем надо было ехать уже на полуфинал чемпионата мира. Я опять на этом мотоцикле выезжаю в Голландию, первый заезд выезжаю, и улетаю, точно так же газ резко открываю, улетаю. Ну, так немножко порезал себе ногу и отломил отросток шейного отдела позвонка. Ну, приехал, у меня просто голова не поворачивается, я приехал сюда, на таганку пришёл, в этот самый, как он называется, травпункт. Мне сделали снимок, и говорят, вам сейчас надо одеть корсет, всё, я говорю, о, хорошо, спасибо, я сам с ЦСКА говорю, сейчас я поеду туда, там мне всё это оденут, всё завяжут. А у меня дядька мой жил на таганке там, я пришёл под кровать, забросил все эти снимки и спокойно промолчал. Ну, и вот так я поехал уже после этого на соревнования дальше. Просто я не мог поворачиваться, то есть поворачиваться надо было полностью. Но если бы я сказал, меня просто никуда не послали, да и всё. И так я приехал в Инцель. В Инцеле опять у меня первый заезд получился, самый такой сильный, то есть из зарубежных спортсменов самые сильные были в этом заезде. Поэтому мне надо было по-любому его выигрывать. Ну, я стартанул, выиграл старт, до руля положил, правда так, оттолкнулся, всё нормально усидел и еду дальше. Круг проехал, уже был отрыв метров 10-15. Надо было успокоиться и спокойно ехать. Но я опять уже настолько привык, как надо открывать газ. Опять открыл газ и улетел в сугроб. Ну, сижу в сугробе и думаю, это финал чемпионата мира. Я у самых сильных иностранцев проигрываю. То есть, если бы я проиграл слабым, я бы у сильных-то выигрывал, было бы нормально. А я им сейчас как фору дал. Ну, и вот после этого падения, я когда из сугроба вылез, я понял, что больше мне уже проигрывать ничего нельзя. И я уже ехал, себя контролировал и газ только открывал двумя пальцами, потому что, чтобы не сорваться, опять не открыть, как всегда, газ. Ну, и, в общем, спасибо своим, моим товарищам по команде. Я сейчас не помню, по-моему, не помню кто, или Щербаков, Саша, или Володя Суботин сумели выиграть у Шведа, который после моего падения лидировал и шел оба дня впереди. И вот он, значит, у него выиграл, отобрал очко. Ну, и я, конечно, у него выиграл, и так я стал вновь чемпионом мира с минимальным перевесом в одно очко только. Вот. И, к сожалению, только что было плохо, что после этого я уже не мог себя заставить открыть газ так, как надо было открывать, потому что после этого года запретили четырехклапанные двигатели на льду использовать, потому что посчитали, что это, в общем-то, травмоопасно и так далее. Последний чемпионат, он был уже самый такой тяжелый для меня, потому что я не мог себя перебороть. На этом слабом двигателе надо было газ открывать, как я раньше открывал, до падения вот этих всех. То есть сразу открывать до конца. А я не мог себя перебороть, я уже настолько накувыркался, что я открывал медленно. Я начинаю медленно открывать и все проигрываю. И так мне было очень тяжело. Вот поэтому 78-й год, это был самый тяжелый такой для меня в этом плане год в финале чемпионата мира. Я чувствовал, что уже Толя Бондаренко едет лучше и быстрее, просто мне больше повезло. И все. Я стал опять чемпионом мира, хотя Толя уже тогда был, в общем-то, в хорошей, в отличной форме. Толя Гладышев был тоже на пятках, правда он потом погиб, тоже все эти товарищи очень хорошо ехали. И вот так я стал последний раз чемпионом мира и решил, что надо что-то менять. Дальше начался развал Советского Союза. Технику всю списали быстро. Я как раз помогал в велокоманде, ездил их, возил на Икарусе в Австрию, в Италию. У нас была тогда в Германии прям целая казарма своя, Циевсковская. И я самолетом туда возил автобусы Икарус. На этом Икарусе возил спортсменов на соревнования в Австрию, в Италию, назад. А сюда, когда приехал, все мотоциклы уже списали, их уже нет ни одного. И стали потихоньку все это дело разваливаться, все стало. и потом, значит, поставок чешских не стало, мотоциклетных. Пришли все эти японские мотоциклы, значит. Вот закупили мы сначала где-то порядка пяти мотоциклов, их быстро в течение двух лет сломали, угробили. Следующих денег мы не нашли, то есть надо было что-то делать, каким-то заниматься, так сказать, вели бизнесом или чем, чтобы зарабатывать деньги. Но поскольку мы военные, мы не имеем права ничего этого делать. по закону, вот даже у меня стоят грузовики, я не могу на грузовике даже никакой там не оказать помощь какую-то, не перевести кого-то за деньги, чтобы на эти деньги что-то дальше. То есть по законам, по нашим, по армейским не положено. И так вот мы, значит, армия не может нам ничего дать, сами мы не имеем права. Вот и все. И нас тихонечко потом после этого переименовали в автомотоклуб, а автомоткоманду ЦСКА закрыли. И нас всех вывели за штат и спокойненько всех уволили. Вот это было где-то в 92-94 году. Мы все ушли, сюда уже вернулся тренером гражданским и потом вот так и гражданским остался начальником команды. «Самое интересное время» просто не отдавал себе отчета, а потом по прошествии времени вспоминал и думал, что жил-то хорошо, счастливо, и, в общем-то, все это нравилось, всю жизнь занимался любимым делом. В общем-то, не все так могли. Не стоял у станка от звонка до звонка. Я и сейчас, есть станки у нас в команде, все, когда мне нравится очень, я прихожу, что-то делаю, точу. То есть, опять же, есть такие возможности. В общем, мне кажется, что у меня так счастливая жизнь и, в общем-то, все время мне каждый этап, он по-своему интересен и запоминается. Просто много проблем, но они всегда должны быть, они возникают, просто они меняются, а мы не всегда готовы к тому, чтобы в новых условиях, так сказать, выживать и добиваться больших результатов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok